Привет! Сегодня видео очередное. Спустя долгое время я сейчас подъехала к библиотеке за диском за идошинки, который уже давно меня здесь ждет. Приду и будем говорить в библиотеку. С библиотекой закончили. Взяла ему Лего Джерасик Ворлд. Сейчас же вышел и фильм, и вот такой у меня новый, шелковый от мамы. Подарок. Время у нас вечернее, полпятого, хотя кажется, даже сейчас на перевод времени тяжело перейти, хотя у меня был переход времени израильский, плюс, когда я приехала, уже время перешло на зимнее, и немножко сложно это все. Кажется, что сейчас попозднее будет, а сейчас еще только лишь полпятого. Еду, направляюсь к своему зубному, уже не помню, наверное, была. Я не езжу раз в полгода, как нужно езжу раз в год примерно. Да, где-то и была год назад, где-то в декабре, наверное. А вот. Еду на чистку зубчиков зубчиков, и проверить, что у меня там с ними. Почему? Потому что, когда я была в Израиле, спустя три дня после того, как я приехала, видимо, как-то вода другая, что-то, наверное, с водой, думаю, скорее всего, связано. Что-то у меня там в зубе было не то. Какой-то дискомфорт. Я позвонила буквально дня через три после прилета. Говорю, Костя, назначай мне очередь к врачу. А моя причесочка как вам? Не знаю, когда вы меня видели, это хоть последний раз нормально. Уже, наверное, сто лет назад. Да, влогов не было сто лет. Учеба, все. Такое вот расписание. Сумасшедшая жизнь. Ну, положительно сумасшедшая жизнь. Мало того, что была поездка в Израиль, которую подытожить две недели было просто абсолютно недостаточно. Абсолютно недостаточно. То есть и встретиться с друзьями, которые у меня по всему Израилю. Но я как бы ехала, только встречалась с Баршевскими, и то не со всеми. И с Ришунскими, и то не со всеми. Тоже уехала на сутки туда. Детей оставила с мамой. В общем, летала на автобусах, хотя думала, что буду на машине. В конце так сложились обстоятельства, что я поняла, что я водить машину в Израиль просто не смогу, потому что там просто вождение. Ну, я уже отвыкла от этого. То есть как бы культура вождения немножечко другая. Надо привыкнуть. Там все просто реально в заднице друг у друга сидят. Я не говорю про то, что там подрезают и обгоняют бесконечно резко вот это все. Я про это уже молчу. Я молчу про то, что все никто, дистанцию вообще никакую не соблюдают между машинами. И, в общем, машин в два раза на дорогах больше, чем было. И просто счастье, что транспорт, страна маленькая, транспорт развит хорошо, общественный. Поэтому я везде на автобусах. Ну, а внутри города меня там уже друзья одни привезли, другие забрали, третьи потом пришли, забрали от тех других, к четвертым отвезли. То есть, вот такая вот система у нас была. Оп, сори. Вот. Да. Так что сейчас направляюсь после своего рабочего дня. Ну, не пол, шесть часов я прохожу стажировку по шесть часов в день четыре раза в неделю до 22 декабря. Потом каникулы. Да, начала стажировку. Вот вернулась 19-го или какого. И с 20-го пошла в школу. По понедельникам у нас школа Clients Day. Ребята, приглашаю всех на стрижку, укладку мужскую, женскую. Бесплатно. Если вы хотите какой-то химический сервис, то это будет за деньги. Ну, очень там достаточно символическая цена. Потому что затрачиваются материалы. Поэтому, если хотите, пишите мне в комментариях. Можно будет связаться и без проблем. До конца семестра мне нужно восемь моделей. Две уже у меня было. И еще две у меня уже записаны модели. И, в общем-то, если будет больше, никто не будет против. Но смысл в том, что, если вы хотите, то я буду очень рада вас принять в качестве манекена живого. Вот. Просто мне нужно под подпись определенное количество людей. Боже мой, мысли скачут. Хочу все как бы вместе сложить. Очень сложно. Вот. В общем, Израиль был хорош. Было две недели. Но это недостаточно. Абсолютно недостаточно. Для того, чтобы и встретиться с друзьями, и что-то немножко с детками показать им что-то. Хотя, как бы, я считаю, что программа максимум моя была выполнена. Потому что мы даже смогли добраться благодаря нашим великолепным друзьям, маминым друзьям семьи. Отвезти на свой лад. Вы видели фотографии. Мы съездили в лад и видео. Было небольшое. По дороге там захватили. Там еще и парк Тимна, и немножечко в Кибуць, Йотвата. То есть, всего потихонечку голубом по Европе. Но деткам очень понравилось. Детки были просто в экстазе от моря. Они просто влюбились в море. Реально. Ну, просто влюбились в море. Им так понравилось. Они никогда не знали это ощущение соленой воды, да, когда ты в море. Потому что мы, да, купались в озере, в бассейне. Но это абсолютно другое. В озере-то вода чистая. Пресная. А для них то, что у них все так плавает на высоте. И они просто тащились от этого. Они просто в экстазе были. Море им понравилось. Так что я говорю, Костя, собираем деньги на Флориду. Там, конечно, океан, но не важно. Океан тоже интересно посмотреть. Что еще? Конечно, этого времени недостаточно. Потому что хотелось как-то и маме помочь что-то по хозяйству. И просто с мамой провести какое-то время. Но как-то все было так интенсивно. Я говорю, ну еще бы неделька было бы супер. Вот три недели для меня было бы супер. Потому что две недели были интенсивные. Совпали с моим днем рождения. То есть приехали люди, поздравляли друзья. И как-то мои друзья, кто мог, приезжал ко мне туда, к маме. Потом я вот эту вот вылазку делала в центр. Хочу сказать спасибо всем ребятам, которые пришли на встречу. Я думаю, что мы провели великолепное время вместе. Мы теперь все на связи. Отдельное спасибо Виктории за подарки для меня, для детей. Правда, меня там тормознули за один подарок. Потому что там как горячий пистолет, с которым можно фигурки разные делать. Мне говорят, раскрывайте, у вас пистолет. Я говорю, да это не пистолет, это игрушка. Они говорят, раскрывайте, чтобы не было проблем на борту самолета. Раскрыли, они говорят, все окей, идите. То есть это тоже небольшая задержка была. Но все остальное спасибо. Игрушки великолепные. Габочка играла всю дорогу, весь полет. И вот уже сколько неделю мы дома, на всем этим играется. И рюкзачок, и там эти игрушечки, и вот этот паупатроль. Как все в тему ты подобрала, Виколь. Большое, огромное спасибо отдельное тебе за это, за внимание. За то, что вы доехали в аэропорт, чтобы все это вручить. Ну, это просто невероятные люди. Просто невероятная пара. Желаю вам успеха. И всем желаю успеха, кто приехал ко мне на встречу. Потому что почти все ребята в процессе. И я желаю всем, кто-то уже на финальном, на финишной прямой. Желаю всем большого успеха, чтобы все сложилось, ваши мечты сбылись. Так что была встреча. Первая встреча такая вот подписчиков за границей. Вот, конечно, было много ребят, которые с севера писали, которые бы с удовольствием хотели. Но я до севера вообще никак не доезжала. А, кстати, с юга вообще молчали. То есть мне все кричали в Аждоди, в Аждоди. Аждодских много-много-много. Но что-то Аждод вообще как-то молчал. Ну, окей. Я рада тому, что было. 8 человек нас собралось. Не густо, но такая уютная компания. Вот. Поэтому Израиль был классный. Было быстро. Просто кажется, что уже сейчас этого и не было. Неделя прошла. Так я вот перескочила, что я поехала на учебу. В понедельник, в воскресенье я вернулась. Пока разобрала чемоданы. Вырубилась спать в 6 вечера, потому что переход времени и все такое. В понедельник с утра на учебу. Во вторник начала свою стажировку в итальянском салоне. Стажируюсь я там, значит, вторник, среда, четверг, пятница. С 9.30 до 3.30. Хочу вам сказать, что, конечно, учеба это всегда было хорошо. И знания необходимы. И нужно определенную теорию знать, чтобы знать, как что-то делать. Вот. Но, конечно, когда ты приходишь, знаете, то, что называется to the ground. И начинаешь hands-on реальные люди, реальные ситуации, реальные сервисы. Ты видишь, как это все работает. Конечно, учишься очень быстро, очень многому. Но, конечно же, меня никто ни к чему там сильно не подпускает. Потому что это салон достаточно такой, хорошего класса, высокого уровня. И там девочки, даже кто начинал работать, брала им 2 года, пока их допускали до первых стрижек. Поэтому я там гугу ни на что не раскатываю. Я просто рада, что меня допустили туда стажироваться. Я считаю, что если ты начинаешь сразу с хорошего уровня, у тебя сразу идет хорошая основа, хорошая база для твоих знаний, для твоего опыта, для твоих наработок. Вот. Поэтому я считаю, что это супер-купер класс. И я очень довольна. Так что вот это вот такие вот дела. Это то, что касается моей практики. Ой, Дошеньки, сейчас мы будем готовиться. 9 декабря уже Christmas концерт, на котором он будет прелюдию играть. Прелюдия Шопена. Тренируемся. Потому что пока были в Израиле, хоть он там пару раз играл, но этого, конечно, абсолютно, абсолютно недостаточно. Просто забыла. Учитель был в шоке. Там вчера вообще мы пришли на урок, он говорит, Эйдо, это что такое? Мы же должны уже были прорабатывать следующую часть. Сейчас надо заново возвращаться. Так, сынок, все. Сегодня они были дома с папой. У них был P.A. Day сегодня. Так они, сегодня я говорю, 50 раз играешь, 50 раз играешь этот кусок. Вот, так что сегодня занимался, потому что завтра у нас партии. И будет не до игры на пианино. Вот. Так что, ребятки, что могу вам сказать? Вот, казалось бы, не было долго влогов, что рассказывать. Но самая главная новость того, что по хорошей, доброй традиции приходит декабрь, новогоднее время. То, что называется здесь у нас Christmas time. Я постараюсь выкладывать видео каждый день. Маленькие вложики, ежедневные вложики, которые будут как бы приурочены той или иной степенью к Новому году, к подготовке, к завершению, к каким-то подведению итогов и так далее, и так далее. То есть постараюсь делать ежедневные влоги декабрьские. Это заведено уже у многих влогеров. И у меня был этот подход в прошлом году. И это дало хороший, позитивный результат. Поэтому я вам быстренько выпалила всю информацию. Пишите комментарии. Я скучала страшно за вами всеми. Скучала за тем, что я не делала видео, не обрабатывала их. Мне это все страшно невероятно нравится. Вот. Ну и все, наверное. Вот и все на сегодня. А, как это был авоз? А на сегодня новостей больше нет. Нет.